Россия – многонациональная страна. Она объединяет многие республики, края, области, округа. В России живет более 150 народов. У каждого народа нашей страны свой родной язык. Государственный язык в России – русский. Он объединяет все народы, скрепляет их братскую семью. Народы Российской Федерации берегут свою культуру и традиции. Они с любовью отмечают народные праздники. Исконно русским праздником, сохранившимся с языческих времен, является Масленица. Обряд связан с проводами зимы и встречи весны. На Масленицу народ гуляет, пекут блины. Татарский праздник – Сабантуй. Этот праздник приходится по душе всем от молодых до пожилых людей. Спортивные соревнования, конные скачки, национальная борьба, зажигательные танцы и развлекательные игры придают празднику неповторимый национальный колорит. Сурхарбан – это народный бурятский праздник. Его название произошло от слова «сур», то есть «кожаный ремень», из которого делали мишени для стрельбы из лука. В настоящее время Сурхарбан стал праздником спорта и воспевания пробуждающейся природы. Город и село – населенные пункты. Город – крупный населенный пункт, а село – небольшой. Давайте посмотрим, чем отличается город от села. В городе много улиц и высоких домов. По улицам ездит много машин. В городе работают различные предприятия, музеи и театры. Много больших магазинов. Село – небольшой населенный пункт. Большинство жителей села занимаются выращиванием культурных растений и разведением домашних животных. Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. То, что создано людьми, принято называть рукотворным миром. Природа и рукотворный мир взаимосвязаны друг с другом. Ежедневно люди создают различные продукты. Давайте познакомимся с производством сливочного масла. Очень важно, чтобы рядом с производством была животноводческая ферма. Коровы дают молоко, а человек изготавливает из него сметану, творог, сыр и масло. В больших емкостях находится молоко, которое взбивается и получается густая масса. Масса поступает в аппарат, где перемешивается и разрезается специальными ножами. Потом масло упаковывается в пачки. Готовый продукт поступает в магазины.